сколько нужно вложить такой автомобиль чтобы он восстал как новенький в идеале вот чек как лента вот ехал там по колее выбалтывают ну а нахера ты в колею то вообще едешь блин когда нету денег нехрен выпендриваться нехрен выёживаться чем отличается x5 от x6 газку в пол ухты ёпты вот так вот покупая такой автомобиль ты реально будешь первый парень на деревне друзья всем привет сегодня 16 ноября 2018 года и к нам приехал bmw x6 2013 года выпуска но куплен автомобиль был первым владельцем в январе 2014 года наш владелец текущий купил его четыре месяца назад рестайлинговая версия выпускалась 2012 по 2014 год он его купил за 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей автомобиль был дилерский первый владелец дал of trade in это была женщина изначально за него естественно просили 1 миллион восемьсот тысяч рублей поторговался уступили вот как вот вы думаете казалось бы ездила женщина купил в хорошем состоянии от дилера предпродажной подготовку все было сделано сколько нужно вложить такой автомобиль чтобы он восстал как новенький в идеале посмотрите нас есть чеки в общем есть я вам начну зачитывать вы маленько можете офигеть другой стороны здесь не все так страшно потому что ряд вещей например колесные диски и резину человек за них отдал сто пятнадцать тысяч рублей диски 20 и резина разно широко новое все новое полировка кузова керамика как минимум 35 тысяч рублей обойдется а вот списочек у нас раздаточку отремонтировали катализатор удалили зашили его в общем вот так вот пробежаться давай-ка данного прикроем покажи пожалуйста вот оно пошло поехало то сделали и это сделали в общем здесь перечитывать очень долго сто пятнадцать тысяч рублей опять-таки это неофициальный дилер все делать на стороне также качество чек как лента в общем о чем я хочу сказать именно об этом автомобиле мы сегодня с вами поговорим рассмотрим варианты для вторички что лучше покупать что вообще не стоит покупать и сколько же стоит содержать автомобиль премиальный x6 вторички поехали друзья я всегда читаю ваши комментарии так например совсем недавно мы сняли видеоролик касаемо штраф о том то что якобы за рубль можно их оплачивать все будет хорошо подчеркиваю я не пытаюсь вас чему-то неправильному научить вы должны понимать что как выяснилось сейчас все эти штрафы остаются в госуслугах многие начинают писать вот какой-то обман развод некоторые говорят ты вставил рекламу мтс да вот блин так долго смотреть приходится перелистывать я вам всем хочу дать один маленький совет когда вы начинаете нервничать вам достаточно прийти к своему любимому автомобилю присесть него достаньте ваш сотовый телефон и чтобы не нервничать просто скачайте стратегию викинги ведь это та самая ламповая стратегия рпг из 90-х и двухтысячных моя любимая игра тех времен была warcraft или red alert но теперь это все в твоем мобильном и онлайн знаете что викингах по-настоящему сильно это никогда не заканчивающаяся борьба за ресурсы создание новых союзных альянсов и невероятные каждодневные ивенты а еще это 20 миллионов игроков онлайн у которых свой неповторимый стиль игры поддержи меня и мой канал скачивай викингов именно по моим ссылкам в описании ведь именно по моим линкам ты получишь 200 голды и бесплатный щит обязательно досмотрите этот видеоролик до конца после чего ищите меня в игре под ником блондин 3 семерки а вы знали что викинги разыграли 24 айфона и 10 макбуков если вы хотите получить шанс выиграть один из призов макбук или айфон то у меня для вас хорошие новости мы совместно с создателями игры викинги в ноябре решили провести для вас конкурс приз два новых айфон xs и супер приз новый макбук про хотите получить айфон xs скачайте игру викинги по ссылкам в описании дойдите до уровня десятого дворца хотите получить макбук про просто достигните самого высокого уровня среди всех участников розыгрыш состоится 3 декабря все подробности как забрать свой приз в группе ссылка на нее остается в описании вот по-хорошему автомобиль вообще представлен в этом кузове аж 2008 году понятное дело что у нас рестайлинг что маленько он доработан изменен но в любом случае вы вдумайтесь этому автомобилю на сегодняшний день уже шесть лет вот ты глянь на него вот многие обзоры начинаются с того вы посмотрите на этот внешний вид он агрессивно он такой сякой да вот глядя на эту тачку можно одно сказать тоже ты по и по сей день автомобиль реально остается еще современным есть конечно педанты есть фанаты марки есть богатые люди которые покупают постоянно новые автомобили и они говорят мне уже старе уже интерьер салона не тот на мой взгляд вот так вот смотришь для вторички тачка ну просто бомба есть версии с м пакетом есть м перформанс где будет меняться бампер где будут вообще по кругу там пороги можно изменить можно изменить задний бампер накладки везде различные появляются будут появляться многие шильдики м руль везде будет м м м что многих из нас начинает бесить и по какой же это м есть у тебя под капотом там не 555 сил вывод простой тачка реально симпатичная ближний дальний у нас диоды здесь нас это просто лампочка галогена но тут глядя на автомобиль я одно могу сказать то что эта тачка реально агрессивная и вот если по москве ты еще катаешься да там ну скажу ну и x и x уже будут поднимает аж старенький вот если так в провинции живя имея пару миллионов рублей покупая такой автомобиль ты реально будешь первый парень на деревне но многих из нас волнует техническое состояние многие задаются вопрос ну окей я нашел автомобиль купил его цены на него кстати на автору могут стартовать если рассматривать 2012 год-2014 ну примерно там от миллион пятьсот можно даже наверное дешевле найти подчеркиваю если смотреть автомобиль с бензиновыми двигателями если ты будешь смотреть самый проверенный надежный вариант трехлитровый дизель там ценник реальный будет примерно от миллион восемьсот но хороший живой экземпляр честно это два миллиона плюс то есть два сто два двести с нашем случае двигатель идет трехлитровый 306 сил рядные шестицилиндровый крутящий момент здесь 400 разгон у этого двигателя паспортный примерно до 1 сотни 6,7 секунд при этом в городском ритме по словам владельца он жрал примерно 17 18 литров если запрыгнуть в интернет и начать читать за этот двигатель да конечно у него есть небольшие свои косяки вы сейчас видите справа на экране но в любом случае он достигает оценки 5 с минусом то есть хороший двигатель на самом деле это проверенный и самое важное что все проблемы с такими двигателями уже известны работает он в паре с 8 ступенчатой коробкой передач zt fanavan многим известно ранее на дорестайлинговой версии шли 6 ступенчатые коробки самый сратый двигатель который можно представить и на бмв я думаю все вы догадались это 4 4 бензин понятное дело то что с ним проблем будет очень много да самое главное опять же для вторички это повышенный налог да и с этим двигателем 306 сил примерно 45-50 тысяч налог в год это раз опять-таки бензин человека заправляет 98 бензином постоянно как только он его купил сразу был удален катализатор то есть что такое катализатор удалить это слегка вонь получается да ты стоишь сзади машины пахнет норм экологически как бы нарушаешь но при этом ты в процентах примерно начинаешь экономить ну 10 максимум 15 опять же все зависит от твоего стиля язык где ты эксплуатируешь автомобиль но любой из нас покупая автомобиль на вторичке что хочет надежности хочет чтобы поменьше жрал чтобы все было знаешь но так вот по минимуму при этом автомобиль был агрессивный премиальный дорогой речь пойдет конечно же за двигатель трехлитровый дизельный на 245 сил та же самая рядная шестерка тот же самый восьмиступенчатый автомат ztf что можно про него сказать 245 сил это означает то что примерно 18 тысяч по налогу раз самая страшная проблема которая может случиться с ним это нужно изначально сразу же вырезать клапан егр этот единственное что вам нужно сделать а еще лучше если вы покупаете его после первого владельца чтобы он сделал это до вас в любом случае эти моторы реально завоевали хорошее место на рынке каких-то жалоб на дизельный мотор у вас особо не будет при условии того что первое все как обычно хорошее топливо регулярно делали техническое обслуживание общем следили за автомобилем при этом трехлитровый дизель выдает 540 крутящего момента и изначально запросто поддается чиповки как вы понимаете есть и дальше двигателя при этом 40d ну как вот раньше там казалось за многие вот едет там бмв 50 м о 5 литровая м к едет там 528 о 2 и 8 как нам ну раньше такое было потому что многие люди шильдики путали думали то что объем двигателя показывает 40d это просто более продвинутая версия там стоят другие турбины если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте то стать другая прошивка и выдает автомобиль ну сам мотор больше лошадиных сил в остальном же это по сути тот же самый двигатель просто немного скажем так доработанный нам с точки зрения авторечки конечно же выгоднее найти трехлитровый дизель и просто напросто его чипануть если это не сделали до нас разгон у него будет 7,5 секунд при этом расход будет ну чуть меньше 10 литров опять же все зависит от стиля езды в нашем случае мы имеем бензиновый двигатель с ним владелец никаких проблем не испытывают купил но с пробегом 96000 сейчас пробег чуть больше 100000 на самом деле ездит мало этот тот самый вариант когда вы мало есть от не спрашиваю сколько ты проезжаешь ну в месяц примерно 1000 километров ну окей полторы тысячи вот с такими пробегами друзья такие машины покупать особенно когда есть денежка знаешь вложиться в нее маленько купив автомобиль за один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей он по кругу все что нужно там для себя сделал да многие из вас это даже не делали бы но вложил практически четыреста пятьдесят тысяч рублей вот вы скажете чего покупать x и в него вкладывать на самые необходимые нужды скажем так ушло бы ну примерно 150 тысяч рублей но опять-таки вы зайдите на новый рынок посмотрите сколько новый x стоит вот в такой комплектации примерно ему цена будет там лимонов 5 ну окей вы поторгуете четыре с половиной то опять же там побегать поискать а тут то дал два стола условно катайся все два-три года откатался сдал вот дальше мало денег вот купил автомобиль на последний ну не стоит это не та машина для тебя очередь быть типа toyota либо какие другие японцы в нашем случае ты отдал бабла и получаешь удовольствие пойдемте посмотрим какие удовольствия он дарит нам потому что по управляемости довольно таки спорный автомобиль подвеска передний идет независимый на двойных поперечных рычагах задние независимые многорычажные вот обратите внимание нас стоят 20 колеса и вот многие люди если вы запрыгнете в интернет начнете читать отзывы владельцев будут рассказывать вам о том что подвеска жестковатая но действительно тот автомобиль садишься думаешь бмв должно дарить драйв эмоции но она жестковатая друзья катаясь по такому асфальту вы во-первых жесткости никак чувствовать не будете катаясь по ровной дороге до для которых она и предназначена вы от этой тачки реально будете получать кайф в нашем случае вовсе стоит резина разноширокая двести семьдесят пять передний и триста пятнадцать задние ну с ума сойти а вот некоторые рассказывают о том то что вот ехал там по колее выбалтывают ну а нахера ты в колею то вообще едешь вот если ты едешь по колее тебе нужно ехать вот с такими колесиками по хорошим вот колея ты встали над ней тачка рулится нормально есть у тебя шатает там влево вправо надо проверять подвеску надо посмотреть в каком состоянии автомобиль в каком состоянии колеса диски все надо смотреть точно такой же автомобиль только дизельный был у моего друга вот я с ним общаюсь говорю ну еще он будет есть адаптивная подвеска с пневмой вот это самый лучший вариант и многие сейчас скажут пневма пневма это же дорого пневма это же говно в наших условиях она быстро сломается друзья вот в том то и суть когда нету денег не хрен выпендриваться не хрен выеживаться если есть бабки берете нормальный автомобиль в хорошей комплектации тогда вы получаете удовольствие если денег нет как у меня я бы взялся естественно бы в таком же случае там на пружину и катался бы вы же прекрасно понимаете что это спортивный паркетник и соответственно требовать от него сочетание всего чтобы внедорожные качества были хорошие чтобы он и ехал хорошо что по дорогу держал чтобы все 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 в этом было не совсем логично дорожный просвет нас двести двенадцать миллиметров это в принципе достаточно то есть садиться в автомобиль удобно но удобно коты высокого роста вот я метр восемьдесят шесть открываю автомобиль порог да обратите внимание все те у кого рост метр шестьдесят метр пятьдесят им нужно будет ставить стульчик потому что присаживаясь с него да опа варючина можно запросто испачкать не совсем удобно хорошие сиденья то есть они ломаются комфортности нас идет комфортный руль скажем так это тот самый руль когда останавливаешься то есть например на парковке можешь один раз прокрутить его и у тебя сразу колеса полностью выворачивать не нужно постоянно накручивать его это реально кайф и самое что интересно да вот мы говорим постоянно кризис кризис тачки хорошо укомплектованные действительно быстрее расходятся если же купить изначально новый базу прям самый пустой продать его будет гораздо сложнее нежели чем на фаршированный даже при условии того что цена у тебя будет гораздо ниже система полного привода x-drive понятное дело что в основе лежит межосевая многодисковая муфта чем отличается x5 от x6 то что здесь стоит задний активный дифференциал вот как работает система полного привода то есть она может и сто процентов кинуть назад а в штатном режиме в спокойном 60 процентов уходит назад 40 спереди все кто катаются жала в принципе не имеют наверняка уверен даже что многие скажут а чё там с приводами а привода здесь можно нагнуть запросто если ты будешь летом пятаков крутить зимой будешь пытаться это пятаков крутить все те кто ездит на таких автомобилях у слава богу есть там несколько знакомых с кем удавалось пообщаться блин да никто из них никуда никогда не заезжал как обычно от дома до работы снег выпал проехался такого чтобы кто-то мы вот решили проверить его поехали в поля так у как правило дело только блогеры либо берут там тесты автомобилей так далее люди кто в повседневной жизни работают передвигается максимум что могут убивать эти автомобили именно если пятаков крутить посадка назад кстати обратите внимание да вот так покупаешь автомобиль на вторичке а он тебя с присосочками приятно посадка назад ну естественно про это уже многие говорили то что неудобно друзья вот сюда назад не нужно никого грузить вся грузить так можно вот девчонок красиво правильно присаживайся сам за собой сели единство что неудобно ну ноги наверное да под сидением можно было бы маленько приподнять тогда было бы покомфортнее но с другой стороны вот я сел да блин нормально если понятное дело сесть вот так вот в полный рост но я буду головой опираться в стойке но они опять же таки мягкие то есть одно странно так вот поехать куда-то спать будет комфортно но спать будет комфортно если ты едешь по ровной дороге если ты поехал по разбитой дороге то можешь голову себе отбить с точки зрения отделочных материалов ты посмотри какая кожа вот снимемся дверь просто вот все смотрится на самом деле прямо думаешь вот этот немцу за это их любят всякие эти вставочки симпатичных алюминий ну как пластик под алюминий сделано но смотрится симпатизация как гармония есть подобрана колоночки вставлены то есть свой кайф в этом есть но сидеть дали выходить из автомобиля но естественно неудобно особенно я не понимаю как вот некоторые покупают дайте тачки вот смотри дай вот как вылезти отсюда хорошо машина еще чистая климат раздельный сзади есть подогрева есть подлокотник удобно то есть с точки зрения для пассажира на самом деле ничего необычного нету ну сидеть мне в принципе комфортно вот мы переходим к одной из главных частей автомобиля такого задница это глянь 2012 года цирки фонари вот казалось бы блин вот мой год фонари у бмв фонари у бмв даже на toyota уже начали делать аналоги фонарь от бмв вроде бы ничего такого но симпатично выглядит жопа то глянь какая раздвоенный выхлоп симпатично смотрится некоторые еще дорабатывают маленько делают по две баночки с каждой стороны свисты глянь смотри как просто пространство прокануться где-нибудь сзади запросто бордюрчику то есть ну реально симпатичная тачка ты покажи какие просто колеса 315 ты глянь это как раз то самое когда ты смотришь за такой тачка думаешь блин вот это конечно кайф цвет красивый такой даже переливается багажник у нас 570 литров если сложить сидень там и вовсе будет больше чем полторы тысячи но смотрите что прикольно да вот мы некоторые рассказываем вот вак эргономик а у немцев сделано вот так ты приподнял все отошел у тебя стоит газоупор держит то есть запасное колесо всякие ключи все лежит на месте можно пользоваться тоже удобно при этом конечно где колесо все он открытый металл никакой шумоизоляции нету друзья вот этот багажник предназначен для того чтобы возить какие-то вещи серии знаешь там в сумочку спортзал там продуктов загрузил понятное дело что на таких машинах рассаду возить ты не будешь но с другой стороны покупая его на вторичке хрен его знает что ты будешь возить но даже так посмотреть да коляски сейчас складываются можно положить в принципе машина по эргономике я считаю тоже достаточно до кузов не такой удобный как кузов был бы у x5 2018 год на дворе тачка вы напишите ваше мнение в комментариях есть люди конечно которые сейчас наверняка скажут все старее старушеча тачка на приборку посмотреть ну конечно с этим нельзя не согласиться особенно зная какие приборки в новых бмв но с другой стороны если быть адекватным и смотреть на автомобиль с точки зрения вторички я считаю вполне достойный вариант ты садишься сюда каким-то аскетичным простеньким его не назвать многофункциональное дисплей навигация есть все возможные функции это действительно тот дисплей это мультимедиа в который можно посидеть покопаться климат-контроль раздельный диск можно вставить который никому не нужен но вставить его можно подогрева сидений ну естественно и м-руль был бы поинтереснее посимпатичным но хочешь можно доставить в зеркалах у нас есть камеры задняя камера у нас есть присоски на дверях присаживаясь в автомобиль знаешь как ты не чувствуешь себя обделенным кожа приятная по цвету посмотрите сами да чисто такой стиль бмвшный ну круто же то есть я считаю то что вполне достойно выглядит по мне вот прям вот симпатично если вам не нравится напишите что мне нравится подчеркиваю мы смотрим на автомобиль с точки зрения вторички понятное дело что вот новая трешка она там стала симпатичнее друзья пусть это новая трешка сначала приедет мне кажется цены там будут очень бешеные на нее опять-таки новый автомобиль покупать да в хорошей комплектации пятерка но в хорошей комплектации внутри лям надо дать с учетом скидок 3 ляма пятерка а x5 x6 ну блин цены конечно космические самое интересное они продолжают расти поехали прокатимся сейчас я вас катану матану первый вопрос обзорность ну смотрите во первых присаживаясь него я сразу чувствую габариты потому что капот я вижу я примерно уже плюс-минус представляю я прям могу попробовать даже остановить сам за два за три сантиметра но владелец будет волноваться когда мы это будем делать но тем не менее действительно автомобиль ты чувствуешь зеркала боковые здоровые единственное что здесь вызывает сомнение это кузов и заднее стекло потому что когда я в него смотрю действительно такое ощущение что автомобиль то ли длиннее что ли становится в общем она тебя маленько путает с другой стороны на хрена мне об этом вообще заморачиваться есть камера заднего вида посадка и кресла это конечно заслуживает отдельного внимания потому что я сел например настроил его под себя да вот оно голову тебя держит этот подушка то есть здесь боковая поддержка очень хорошая повторяет контур твоего позвоночника вот реально подлокотник на своем месте руль дал себя пухлый руль не знаю почему все нравится прям пухлый руль тут странный такое сравнение постоянно происходит а тем не менее руль реально удобно чувствуешь себя человеком вот шумка хорошая стекла у нас толстые открываешь окно прям шум города идет а так вот сидишь передвигаешься высокая посадка реально кайфы при этом ты знаешь то что эта машина может запросто ускориться сейчас мы проедем всю эту пробочку и дадим ей под жопу набережная прямой хороший участок мы едем со ракет просто газку в пол ухты ёпты ни хера сотка слышь 306 сил он же не чипованный а у чипованный еще блин слушай но это это никакой не спорт вообще ничего я вам отвечаю за все время что мы тестируем тачки подрыв это в первый раз такой подрыв ощутил ну я думаю здесь в районе скольки нам может быть 6 2 я думаю сколько снимай 1 2 с двадцатки вот поп пошла все и звук реально приятный охренеть вот это кайфы вот ради вот эту вторить бля я беру короче 60 и самое что интересное ты сидишь вот реально ты себя очень комфортно чувствуешь друзья вот дорога ровная до колеса широкие то есть понятно какая там пробуксовка прошлифовка полный привод то есть еще сто процентов может назад кидануть я так понимаю тоже когда мы газку в пол даем он именно это наверное пытается делать потому что именно чувствуется как работает именно задний привод значит мы выставляем распределение тяги на компьютере чтобы можно было смотреть как работает полный привод я перехожу спортивный режим так вот небольшой участочек давайте просто с ноля сейчас раз даже слегка у лаунча раз раз два три ухты ёпты 40 сотка да парни очень хорошо набирает тачка вот сейчас за счет того что спорт ну ладно штрафы придут я плачу но это просто кайф реально он как будто еще простреливают что выхлоп слушать да у тебя вообще это ты блин ты про это не говорил блин пацаны но это реально кайфы посмотри затяжной до поворот идем да вообще бомба я прям стою как как влитой на дороге слушай ну это вообще сказка какая-то парни я честно говорю не ожидал ну реально вообще кайф вот серьезный кайф вот в городе вот на такой тачке даже по весне просто представь птички поют хорошее настроение ты вышел в рубашечке спрашиваю кем работаешь должность финансовый директор а звучит в крупные компании сидишь такой кофейку такой двойной эспрессо у тебя с какой-нибудь девчонкой сцепился на рынке порядка ты не женат все это мы люди женаты поэтому нам вот так вот понял от оператора должно прилететь самое страшное это если сломается двигатель опять-таки в нашем случае трехлитровый бензиновый зарекомендовал себя хорошо дизельный тоже хороший поэтому всякие эти рычаги поменять там подвеску перебрать друзья сотый раз повторяю такая тачка нужна тому у кого есть бабло есть бабло все берешь и кайфуешь 10 сказал ну я действительно прямо тащусь куда ты поехала диана здесь папа едет короче машина знаешь такая вот я так понимаю я прям как будто давидочку от сюда в шею укусил уже начинается куда ты поехал папа едет блин супер вообще многих естественно волнует вопрос цены содержания здесь все сугубо индивидуально в каком состоянии вы найдете автомобиль вот от этого стоит отталкиваться как много вы ездить где вы ездить по каким дорогам понятное дело что на эти автомобили уже очень много аналогов опять-таки покупать бмв и ставит у него всякие китайские колодки за полторы за две тысячи но не совсем корректно с другой стороны опять-таки бывают такие ситуации когда люди покупают автомобиль вот я знаю одного человека у которого x5 и вот у него сыпется настолько сильно что у людей такой же x5 то же самое но он не сыпется хрен узнает какие-то бракованные версии что-ли попадаются он в него вложил уже гораздо больше чем он стоит и продать этот автомобиль уже вообще не рентабельно и не целесообразно поэтому здесь важно смотреть есть а бабки допустим два с половиной миллиона как я бы считал ты купил допустим там за миллион девятьсот за два миллиона сразу в него вложил там 150 200 перетряхнул хорошенечко и пусть а соточка лежит там две соточки на всякий случай но при этом это знаешь для тебя не так что это последние твои деньги у тебя лежит соточка там две ну пусть она будет ты передвигаешься ты получаешь удовольствие тебе стоят друзья рассказывают чего вложил там 120 тысяч ну блин у всех у нас разный доход кто-то получает 200 тысяч в месяц стабильно а кто-то получает 45 у него еще кредит из этого двадцатка все же по-разному бывает поэтому здесь важно понимать что у вас в кошельке и от этого отталкиваться понятное дело купить на последние бабки или взять кредит вот прикольная ситуация есть как-то раз пишет мне парень 19 лет диман посоветуй есть большая любовь к бмв но нету денег вот хочу взять ее в кредит без первоначального взноса естественно я ему посоветовал успокоиться не совершать глупых ошибок чтобы потом коллекторы к нему домой не пришли папу с мамой не начали в 6 утра будить самое главное если уж вдруг вы решили покупать x6 то смотрите версии либо дизельную либо на крайняк бензиновую вот 3 литра дизель либо 3 литра бензин это наиболее выгодные удобные версии именно для нас для тех кто покупает автомобиль на вторичке друзья самое время сделать выводы я думаю после тест-драйва вы все прекрасно поняли что если у тебя есть бабусики есть желание получить хороший мощный автомобиль который тебе будет каждый день дарить драйверские эмоции x6 в твоем распоряжении ищи подбирай старайся найти автомобиль живой на вторичке очень тяжело вот мы заходим например смотрим автору какие там есть подборочки начинаешь искать так низкая цена там миллион пятьсот миллион восемьсот берем автомобили пробиваем через автокод и понимаем в залоге там после дтп хотя люди пытаются это скрыть таком сегменте автомобиль найти хорош от первого владельца реально очень тяжело наши умные перекупы пошли дальше что они делают берут тачку приезжают закрытые поселки где сзади стоят крутые дома ставят машину и начинает рассказывать о том то что вот пятая машина в семье ты листаешь такой фотки думаешь ни хрена себе ну реально там картина создается богатая жизнь владелицу которого много машин на деле же это не совсем правда перед покупкой проверяйте через автокод по гос номер автомобиля запросто можно проверить звоните просите только номер не нужно вам вин назовите еще что-то и смотрите весь отчет на автомобилях запросто можно скрутить пробег но это сделать гораздо сложнее нежели чем на тойоте понятное дело то что есть там 8 блоков с одного легко списать с других тоже списать можно нужно отдавать бабок поэтому искать такой автомобиль стоит полюбасу с подборщиками с грамотными подборщиками не с дядей вася который тебе приедет скажут толщемером ну капот был окрашен это все фуфло купил бы я себе такой автомобиль да с удовольствием вот просто с удовольствием и продал бы сейчас тойоту взял бы си икса и катался бы вообще поговорил бы вообще кайф внешне по интерьеру машина мне очень понравилась что думаете вы высказывайте ваше мнение в комментариях друзья обязательно подписывайтесь на наш инстаграм канал там всегда выходят только свежие новости пишите ваши комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки у меня на этом пока что все до новых встреч пока пока